Завершается монтаж первой отечественной системы роботизированной сборки самолетов. Авиация завершается монтаж первой отечественной системы роботизированной сборки самолетов. Первая отечественная полностью роботизированная линия для бестапельной сборки крупных самолетов собрана в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП». Уже летом этого года линия будет задействована при производстве новых военно-транспортных самолетов ИИЛ-476. А с начала следующего года при выпуске отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе Объединенной авиастроительной корпорации в Подмосковье Заложенная разработчиками производственная мощность по точной линии позволит собирать до 18 самолетов в год По сравнению с ранее существующими технологиями это увеличит скорость сборки в 4 раза Новая технология и оборудование разработаны Московским ЗАО «Авиационный консалтинг Техно» В состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, конструкторов и инженеров, большинство из которых выпускники Московского авиационного института и других ведущих столичных вузов Гендиректор компании ЗАО «Авиационный консалтинг Техно» Евгений Цадыковский подтвердил, что контракт на установку линий заключен с Объединенной авиастроительной корпорацией ОАК Он рассказал, что новая технология разрабатывалась столичными инженерами в течение последних четырех лет В Москве специально под проект были созданы новое конструкторское бюро и опытное производство Общий размер инвестиций превысил 400 миллионов рублей В состав команды разработчиков вошли более 70 специалистов, конструкторов и инженеров, большинство из которых выпускники ведущих столичных вузов МАИ, МГУ, МГТУ имени Баумана и МФТИ Технологии и ПО, заложенные при разработке новой линии, могут быть использованы для создания аналогичных роботизированных сборочных линий для других типов транспортных и гражданских воздушных судов По словам Евгения Цадыковского, конструкторское бюро заключило контракт на использование технологии для сборки еще одного самолета нового отечественного пассажирского лайнера Ил-114 на заводе ОАК в Подмосковье Линию предполагается установить на предприятии в конце этого года, а начать выпускать с ее помощью самолеты уже в начале следующего Роботизированные комплексы будут сами выполнять наиболее ответственные и трудоемкие этапы сборку фюзеляжа, стыковку крыла и фюзеляжа, сборку планера и самолета Использование лазерных трекеров, измерительные приборы и промышленных роботов позволит соединять многотонные агрегаты крупных самолетов с точностью до сотых долей миллиметра за несколько часов Тогда как ранее подобные операции проводились с участием десятков высококвалифицированных слесарей-сборщиков и занимали недели В итоге отечественная технология позволит сократить трудоемкость окончательной сборки воздушного судна в 3-4 раза На отечественных самолетно-строительных заводах сейчас используется лишь несколько похожих линий бестапельной сборки Правда, все они иностранного производства, но технологии импортозамещения и индустрия 4.0 ускоряют развитие отечественной отрасли Технический директор УАК Юрий Тарасов подтвердил, что в настоящий момент ведется монтаж технологического оборудования новой поточной линии для сборки самолетов Ил-76МД-90А на заводе Авиастар-СП Она состоит из 10 станций, обеспечивающих полную сборку воздушного судна из агрегатов планера, поступающих с агрегатно-сборочного производства На каждой из станций выполняется отдельная операция от стыковки от сэков фюзеляжа и монтажа гидросистем до навески двигателей и финальной отработки Перед физической стыковкой проводится виртуальная, которая позволяет оптимизировать процесс еще до начала перемещения многотонных агрегатов Такая технология позволяет снизить трудоемкость работ, обеспечит контролируемое качество и максимальную точность сборки самолета Отечественная линия по ряду характеристик превосходит импортные аналоги, в частности немецкие, которые сегодня используются в России для сборки МС-21И Отметил Евгений Цадыковский Она также дешевле зарубежного оборудования на 25-30% С использованием новых технологий стыковки сократится время и повысится качество сборки самолетов, сказала руководитель дирекции перспективных производственных проектов Майя Валентина Сизикова Но чтобы сказать насколько российская линия будет конкурентно способна по сравнению с иностранными аналогами нужно посмотреть ее в работе Результаты тестов пока себя оправдывают Нужно развивать технологию и предложить ее рынку, отметила она По словам исполнительного директора авиапорта Олега Пантелеева, роботизация одна из важных тенденций в машиностроении и авиастроении С учетом того, что одна из проблем авиаотрасли серьезный дефицит высококвалифицированных слесарей и сборщиков Новация позволит повысить производительность труда и сократить время сборки воздушных судов Есть и другой аспект По мнению Олега Пантелеева, наши самолетностроители уже столкнулись с ограничением доступа к западным технологиям Получение современных роботизированных комплексов западной разработки для российских предприятий стало де-факто невозможным Поэтому ставка на отечественные аналоги единственный шанс иметь доступ к современной технологии без каких-либо санкционных рисков, считает эксперт По его словам, на старте реализации технологии разработчики отечественного комплекса, конечно, могут столкнуться со сложностями Ведь при создании всякой новой продукции есть риск чего-то не учесть Но на своих ошибках, если таковые были допущены, отечественные производители будут учиться, и в итоге Россия получит собственную технологию О ее применении это обязательное условие сохранения конкурентноспособности отечественных самолетностроительных предприятий В будущем она может быть опробована и в вертолитостроении Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее